Почему мастер ужасов Стивен Кинг больше не может читать твиты Трампа и какой приговор вынесли мужчине, который хотел спрятаться в тюрьме от своей жены? Об этом в нашем международном обзоре. Сингапурский аэропорт признан лучшим в мире. Согласно исследованиям авторитетной компании AirHelp, Чанги занял первое место среди 76 претендентов, благодаря невероятным композициям. Это и кинетический дождь из капель, который образует различные фигуры, и бассейн, и даже искусственный водопад, а еще сад с бабочками и кинотеатр. В следующем году в аэропорту появятся лабиринты из растений и искусственные облака. Американец ограбил банк, чтобы спрятаться в тюрьме от жены. 70-летний Лоренс Риппл пришел в банк, достал пистолет и потребовал у кассира наличные. После того, как ему отдали почти 3000 долларов, мужчина уселся в вестибюле и дождался полиции. Оказалось, у Риппла была депрессия. Из-за этого суд приговорил его к шестим месяцам домашнего ареста. Король ужасов Стивен Кинг больше не сможет читать твиты Дональда Трампа. Американский президент внес его в черный список у себя в микроблоге. Об этом культовый писатель сообщил в своем аккаунте и даже пошутил, что задумался о суициде. По словам Стивена Кинга, блокировка вызвана тем, что он постоянно критикует президента. Ранее Кинг писал, что ситуация, когда Трамп держит палец на ядерной кнопке, хуже любой из его историй ужасов. Французский пилот Бруно Вицоли пересек Ла-Манш на необыкновенном летающем автомобиле с красноречивым названием «Пегас». Уникальный летательный аппарат с пропеллером и парашютом. Это гибрид багги и параплана. Машина стартовала со взлетно-посадочной полосы неподалеку от французского города Кале. Преодолев 60 километров, пилот приземлился в Англии. Полет проходил на высоте почти 3000 метров со скоростью 70 километров в час. Премьер-министром консервативной Ирландии стал гей, 38-летний Лео Вороткар, сын индийского иммигранта. Он самый молодой премьер и первый глава правительства в истории этой католической страны, который открыто признался в нетрадиционной ориентации. Его коллеги уверяют, именно Вороткар олицетворяет современную и разнообразную Ирландию.